Здравствуйте, в этом видео подробно осмотрим как перенести Windows с жесткого диска на новый SSD накопитель на стационарном компьютере систему перенесем такой, какая она есть со всеми настройками и установленными программами иными словами, клонируем диск я покажу, как и к каким разъемам подключить SSD порекомендую, какого размера выбрать диск переносить будем с диска большего размера на SSD меньшего размера для клонирования используем бесплатную программу скачанную с официального сайта производителя приступаем! первое, что нам необходимо сделать это определиться с размером SSD диска, который будем покупать стоимость SSD напрямую зависит от его размера или точнее, объема оптимальным по соотношению цена-объем сегодня можно считать диск объемом около 240 ГБ у меня есть подробная текстовая инструкция о размерах, ценах и о том, как правильно выбрать SSD диск ссылка на текст есть в описании этого видео чтобы вы смогли перенести ваш Windows на SSD диск нужно, чтобы все занятое пространство на вашем нынешнем жестком диске было меньше, чем объем покупаемого SSD нам нужно определить это занимаемое пространство сделать это можно через управление дисками оснастка управления дисками в Windows 10 открывается очень просто нажимаем правую клавишу на кнопке Пуск и выбираем Управление дисками здесь мы видим, что у меня на ПК один физический диск и он разбит на несколько разделов нам нужно определить, сколько всего места занято на этом жестком диске первые два раздела относятся к разделу Восстановление и Загрузки в Windows и они занимают совсем мало места, поэтому ими можно пренебречь поэтому я кликаю по этому разделу, который обозначен буквой С то есть это диск С нажимаю правую клавишу на этом разделе и выбираю пункт Свойства здесь мы видим, что занято у нас на этом разделе 23,6 ГБ записываем это значение и то же самое делаем со вторым разделом Свойства здесь занято 10,1 ГБ не путайте ГБ и МБ я нажимаю кнопку ОК можно закрывать это окно теперь, если мы сложим полученные цифры, то получаем общее занятое пространство как видите, у меня это пространство совсем небольшое около 34 ГБ я рекомендую Вам покупать SSD объемом как минимум на 30% больше, чем то число, которое получилось здесь у Вас к примеру, если у Вас на диске занято около 100 ГБ то SSD на 120 ГБ Вам будет маловато покупайте сразу на 240 ГБ и тогда работать Вам будет вполне комфортно если у Вас занято слишком много места, скажем более 500 ГБ то я рекомендую Вам почистить Ваш диск, удалить все ненужное в противном случае SSD на 1 ТБ Вам обойдется как минимум долларов 180-200 ГБ итак, мы определились с диском SSD можно идти в магазин и покупать его когда Вы купили SSD диск, то нужно перенести Ваш Windows со старого жесткого диска на этот SSD этот процесс переноса Windows мы будем называть клонированием для того, чтобы клонировать диск, нужно подключить SSD к Вашему компьютеру этим мы сейчас и займемся, поэтому я завершаю работу Windows и перехожу к следующему этапу нам понадобится сам SSD диск, кабель с разъемами SATA, SATA этот кабель обязательно понадобится, если Вы хотите использовать старый диск на этом же компьютере ну и отвертка, пинцет тоже может пригодиться Внимание, начинаем все обязательно с отключения системного блока от сети причем я рекомендую отключить именно так, а не выключателем на блоке питания на самом SSD диске с интерфейсом SATA два разъема разъем питания, который подключается к аналогичному разъему на системном блоке а также разъем данных, который подключается к одному из разъемов кабеля благодаря особой форме этого разъема, подключить его неправильно нельзя если не прилагать чрезмерных усилий вторая сторона этого кабеля, подключается к разъему на материнской плате о котором мы сейчас поговорим у меня жесткий диск установлен вот здесь и он подключается малиновым кабелем к разъему SATA на материнской плате этот разъем SATA выглядит вот таким образом здесь видна маркировка от SATA 0 до SATA 3 именно разъем SATA 0 в моем компьютере BIOS опрашивает первым при загрузке с настройками BIOS по умолчанию у вас нумерация может начинаться с другой цифры например стройки поэтому лучше просто подключить клонированный диск к SATA разъему с самой меньшей цифрой именно сюда у меня подключен старый жесткий диск после клонирования старый диск можно подключить к любому из разъемов SATA 1, SATA 2 или SATA 3 ну или те цифры, которые будут у вас на материнской плате на вашей материнской плате может вообще не быть такой маркировки или она может быть настолько мелкой, что разглядеть ее можно с трудом в этом случае просто подключите SSD после клонирования к разъему, где был старый диск сейчас я говорил о постоянном месте SSD диска уже после клонирования для клонирования SSD диск можно временно подключить например на место DVD дисковода музыка 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 Субтитры сделал DimaTorzok Можно также подключить его к любому разъему SATA Разумеется, придется поискать разъем питания для SSD Это нужно будет в любом случае, если мы подключим клонированные SSD постоянно Итак, я подключил SSD, оставлю его прямо здесь Он никуда не денется и включаю компьютер, чтобы продолжить работу В одном из предыдущих видео мы клонировали диск на SSD с помощью программы AOMEI Сегодня научимся использовать другую программу Сейчас мы скачаем программу под видео, которое вы смотрите, есть ссылка Нажимаем на нее Перед нами открылся официальный сайт этой программы, которая называется Macrium Эта программа имеет бесплатную домашнюю версию, которую мы сейчас и скачаем Сайт и программа на английском языке Но вы сейчас убедитесь, что это не помешает нам успешно воспользоваться ей Чтобы скачать бесплатную версию программы, нажимаем вот здесь на кнопку Home Use Здесь нам предлагают ввести email, чтобы зарегистрировать эту бесплатную копию Но делать это не обязательно Можно просто нажать на кнопку Continue Я открыл сайт в браузере Edge, поэтому загрузка у меня появилась вот здесь Я просто нажимаю кнопку Сохранить Небольшой файл быстро скачался и можно свернуть браузер и открыть папку загрузки Для начала установки я запускаю вот этот файл В этом окне не нужно делать никаких изменений, просто нажимаем на кнопку Download Установочный файл программы загружается Я закрою проводник сзади, чтобы он не мешал После загрузки установка началась автоматически В этом окне нажимаем кнопку Да Все готово для установки, просто нажимаем на кнопку Next Здесь снова Next Здесь нужно принять условия лицензии, для этого отмечаем первый пункт и нажимаем Next В этом окне выбираем первый вариант Home, мы с вами качаем бесплатную домашнюю версию Снова Next Здесь нам снова предлагают зарегистрировать копию программы и бесплатно получить ключ Для этого нужно ввести вот сюда email, нажать на кнопку Get My Code После этого на почту должно прийти письмо с кодом, который нужно ввести вот в это поле Но можно обойтись и без этого Чтобы пропустить эту процедуру, просто снимаем вот эту галочку и нажимаем кнопку Next В этом окне снова просто нажимаем кнопку Next и нажимаем на кнопку Install Программа устанавливается Программа установилась Чтобы сразу запустить ее, можно нажать на кнопку Finish Если вы хотите использовать программу позже, то снимите эту галочку и нажмите Finish Теперь программу можно запускать вот этим ярлыком на рабочем столе или из меню Пуск Я готов к клонированию, поэтому сразу запускаю программу В этом окне нажимаем кнопку Да Программа запустилась Она сразу определила диск, который у меня установлен на этом ПК Первый диск мы сейчас с вами и будем клонировать Здесь видно, что данный диск имеет разметку JPT Программа автоматически выделила все разделы диска Чтобы начать клонирование, нажимаем вот на эту ссылку Clone This Disk В открывшемся окне мы видим тот же самый диск Он у нас теперь отмечен как Source, то есть источник копирования Теперь нам нужно выбрать Destination, то есть целевой диск Куда мы будем клонировать вот этот диск Для этого нажимаю вот на эту ссылку Select Disk to Clone To Здесь у меня появился мой SSD, который я подключил к данному компьютеру Как видите, он вот такого серого цвета Как правило SSD диски продаются неразмеченными То есть на них нет никаких разделов И вот поэтому он имеет такой вид Я просто кликаю по этому диску И он появился в качестве целевого диска Как я уже сказал, у нас выделены все разделы диска источника И чтобы скопировать все разделы, нужно нажать вот на эту ссылку Copy Selected Partitions То есть скопировать выбранные разделы Как видите, у меня появилась вот такая ошибка Говорящая о том, что скопировано будет не все Я нажимаю здесь кнопочку ОК Давайте разберемся, что у нас здесь произошло Такая ошибка может возникнуть в том случае Если один из разделов, который вы копируете, больше по размеру, чем весь диск SSD То есть диск, на который вы копируете У меня именно такая ситуация Как видите, у меня раздел C имеет размер 250 Гигабайт А размер SSD диска всего лишь 112 Гигабайт Поэтому вот здесь у меня появилось всего 4 раздела В то время как на диске источники у меня 5 разделов Эта проблема решается довольно просто Давайте закроем это окно Я нажимаю на кнопочку Cancel И снова нажимаю на ссылку Clone This Disk Снова нажимаю сюда Select Disk to Clone Выбираю SSD диск И теперь давайте просто перетащим необходимые разделы на диск Куда мы все это будем клонировать Хочу обратить внимание на то, что чтобы правильно происходил процесс загрузки Обязательно склонируйте, скопируйте вот эти все разделы Которые обозначены вот таким значком Значком Windows То есть эти разделы имеют отношение к загрузке операционной системы Я просто перетаскиваю, нажимаю и перетаскиваю первый раздел Далее второй раздел Третий раздел Теперь перетаскиваю раздел C Который имеет размер 250 Гигабайт Теперь чтобы можно было перетащить сюда и этот раздел Нужно уменьшить размер вот этого раздела Для этого я еще раз кликаю по этому разделу Вот сюда по разделу номер 4 И нажимаю на ссылку Cloned Partition Properties То есть мы заходим в свойства этого раздела Здесь мы можем навести вот сюда на правую границу Курсор мыши, он как видите преобразовался вот в такие вот стрелочки Нажимаем левую клавишу и перетаскиваем Удерживая левую клавишу нажатой Давайте поделим этот раздел пополам Вот так вот, да? Приблизительно То есть сделаем примерно по 55 Гигабайт Системный и свободную часть после него Вот таким образом я отпустил левую клавишу мыши Теперь можно нажать просто на кнопку ОК И как видите здесь появилось место для раздела под мои файлы Я просто перетаскиваю его сюда Готово, теперь все разделы на месте Можно нажимать на кнопку Next Здесь нам предлагают создать расписание для этой операции Если она займет много места Но мы сразу же начнем действовать Поэтому просто нажимаю Next Здесь нам показывают, что будет произведено Какие операции будут произведены При клонировании нажимаем кнопочку Finish В этом окне можно ничего не менять Просто нажать на кнопку ОК Начался процесс клонирования Он займет определенное время Которое зависит от того, сколько данных на вашем клонируемом диске А также от характеристик компьютера Итак, процесс клонирования успешно завершен Как видите у меня на это ушло 13 минут 45 секунд Еще раз хочу повторить, что в каждом конкретном случае Это будет совершенно разное время Нажимаю кнопочку ОК В этом окне нажимаем кнопочку Close Теперь можно закрывать программу Закрывать все окна Выключать компьютер И переставлять диск Итак, диск клонирован Теперь подключаем его на место старого диска И закрепляем в корпусе Смотрите продолжение в следующей серии Смотрите продолжение в следующей серии Итак, мой компьютер загрузился столько, что клонированного SSD Открываю проводник Здесь мы видим 4 раздела Нижние 2 это старый жесткий диск Верхние это новый SSD Вот это точная копия вот этого Но за исключением размера После того, как вы убедитесь, что все работает нормально Можно отформатировать старый диск И использовать его как хранилище Делать это удобнее через управление дисками Вы уже знаете, как его открыть Открываем управление дисками И вот здесь мы уже не ошибемся То есть здесь мы видим, что диск 0 это у нас новый SSD А диск 1 это старый жесткий диск В принципе, можно отформатировать его прямо отсюда Для этого нажимаем правую клавишу На нужном разделе И выбираем удалить том Том удалился Как видите, он сразу же пропал из проводника Второй том тоже удаляем В этом окне можно нажимать на кнопку Да Как видите, этот том также исчез из проводника А вот эти два тома удалить не удастся Их можно удалить только сторонней программой Или установочным носителем О том, как работать со сторонней программой Для изменения разделов на диске У меня есть отдельное видео Ссылку найдете в описании Теперь давайте сразу же создадим том Правая клавиша Создать простой том Далее оставляем полный размер Далее оставляем здесь все по умолчанию Нажимаем Далее Ну и здесь можно назвать его, например, старый диск Вот так Нажимаю Далее Готово И вот у нас появился диск Совершенно пустой Который мы можем использовать Как хранилище Что же, теперь вы сможете Клонировать старый винчестер На новый SSD После этого вы сразу почувствуете Что компьютер стал работать ощутимо быстрее Такая оптимизация наиболее эффективный И долгоиграющий способ Ускорить работу не нового компьютера Надежность современных SSD Существенно выросла Производители дают гарантию На накопители от 3 до 5 лет Если это видео было вам полезно Ставьте лайки Делитесь видео с друзьями Спасибо В одном из следующих видео Рассмотрим, как перенести Например, только системный раздел Если размер вашего SSD Не позволяет клонировать весь диск Чтобы не пропустить Подписывайтесь на мой канал прямо сейчас Я благодарю вас за просмотры Лайки, комментарии Отдельная благодарность тем Кто поддерживает мой канал С вами был Евгений Юртаев До встречи